всем привет мы в танзании пригород аруши такой городок да я вот что хочу вам показать и рассказать я каждый раз когда лечу на самолете суда варушу а летал я сюда уже много раз я смотрю в окно что да есть районная типа там такие лачуги да прям стоят есть районы самолета же видно да пригород есть есть районы где прям такие там 3 5 4 этажные крепости огромные дворцы и как-то много прямо районов где дома похоже на дома в нашем понимании я попросил водителя приехать сюда и поснимать тут видите в чем дело сейчас ему свои мысли расскажу об этом заодно и домики будем смотреть до одноименный слушать меня и кстати хочу ваше внимание обратить я вот например из белгорода да и у нас это говорят что такого чернозема как у нас больше нигде в мире нету вот тут супер черная земля очень плодородная растет вообще все так вот дома каждый раз когда я смотрю любой фильм передачу сериал про африку почему-то показывают лачуги прям лачуги на лачугах лачугами погоняют я спросил сказали здесь живут зажиточные фермеры вот в этом поселке это не политики не бизнесмены городок небольшой здесь как-то особо и бизнесов каких-то нет прям серьезных вот давайте пройдемся значит почему вот у нас так сломано как бы понимание африки вообще да в нашем понимании вот если мне показали бы этот дом вот который строится сейчас он еще и спросили бы где это но я бы сказала там россия не знаю европа польша я бы никогда не подумал что это африка почему потому что мой мозг подвержен искажением которые продиктовали голливуд и всякие там режиссеры вот они создали прям такой штамп да что вот африка это бедные вачуги почему так нужно не знаю это как если показывают например россию да надо всегда показывать водку или медведей но то есть показывают африку то всегда дома должны быть как можно более бедными похожими на шалаши лачуги а тут как-то все немножко другого тенька давайте еще немножко прогуляемся мне вот интересно почему так да у меня есть некоторые идеи на эту тему что миф о том что вся африка нищие голодные больная очень выгодно проталкивать фильмах в сми и в новостях во всяких авторских передачах почему потому что под это дело списывают огромные деньги триллионы долларов да естественно все это разворовывается чиновниками поэтому вот смотрите я здесь никогда не был я специально не подбирал какой-то ландшафт я первый раз с вами сейчас иду здесь ну и как-то блин я не знаю но не похоже на какую-то нищету прямо адскую вот я готов поспорить если кто-то скажет что это похоже на голод и на нищету поэтому вот у меня есть такое подозрение да и мы из предыдущих моих видео выяснили что например в танзании никто не голодает я знаю что кения и уганда живут лучше чем танзания в плане уровня жизни экономики да то есть в танзании никто не голодает ну наверное там никто не голодает тоже потом спрашивал у меня много здесь теперь знакомых да там по работе водители девчонки которые есть готовили у меня вот уборщица например есть в доме вот смотрите двухэтажный дом причем в таком современном стиле вот еще пожалуйста так вот спрашиваю у всех кого я вижу в принципе всегда про голод спрашиваю были случаи что вы в детстве голодали все говорят нет ни хрена такого не было спрашиваю у кого из ваших родных у скольких ваших родных есть спид тоже говорят долго думают говорят да нет у нас нету ни у кого он по крайней мере я не нашел пока каких-то местных которые сказали бы да ты знаешь есть такая проблема у меня пол семьи за жену спидом спрашиваю вы не сдаете анализы говорят сдаем вот у нас там тут-то тут-то дядя коля допустим до болел у него там гастрит язву сдавал кровь а вот я ломал руку когда-то был в больнице тоже сдавал кровь на анализ имеется ввиду ни у кого нет спида и тоже вспомните да о том сколько денег списывается ежегодно на борьбу со спидом но вот тоже видите я не знаю похоже на голодуху нет на нищету ну мне кажется как-то нет вот не знаю я возможно ошибаюсь и причем я не стал ехать в ту деревню которая самолета выглядит там вообще но там рублевка прям такая там огромные домище бассейнами я туда специально не поехал вот поэтому как-то вот все немножко странновато а вон смотрите видите да ну явно голодают люди сильно прям поэтому не вот такие мысли что мы подвержены влиянию сми да а сми все это нагнетает очень бодро активно грамотно просто прозворовывать деньги вот у меня других догадок нет вообще никаких ну или знаете может быть это какой-то узнаваемый штамм что вот если африка фильме показывается ну вот вам показать такую африку да вы что скажете да это надо снимали не в африке а где-то в россии или в украине снимали скорее всего поэтому чтобы поверили что события происходят в африке надо показывать вачуги грязных бомжей вот иначе вы не поверите вот как-то так у меня общем две версии знаете можете сразу и то и другое вот вот такие зарисовки по поводу нищеты и голода в африке я кстати хочу заехать в больницу поговорить по поводу спида вообще вот какие здесь проценты мне назовут именно врачи потому что то что там в семьях людей с которыми я общался нету спида но вы скажете что над случайность поэтому я хочу просто заехать и с врачами поговорить какая ситуация на самом деле вот всем привет